Дагестанские парламентарии сегодня собрались на очередной сессии Народного собрания. На повестке дня около 30 вопросов, затрагивающих почти все сферы жизнедеятельности. Особое внимание было уделено социальной тематике и бюджету республики. С подробностями Патимат Ханапова. По традиции, в самом начале народные избранники выслушали своих коллег, представителей фракции. Первыми у трибуны выступают коммунисты. Депутаты партии на этот раз поднимают вопрос, так сказать, отгонной медицины. По словам Салиха Гаджиева, более 70 тысяч жителей зоны отгонного животноводства не получают качественную оперативную врачебную помощь. Организация оказания медицинской помощи усложняется отдельностью, отдаленностью медицинских утверждений горных районов по территории зоны отгонного животноводства. Для получения кланов и медицинских помощи, да и просто обслуживания и диспансеризации, включая беременных женщин и детей, должны обращаться, к примеру, Ахвастовым, или, скажем, в русском районе, который ЦРП. А вот готовность пляжей и лагерей к летнему сезону волнует депутатов единороссов. По словам Мухтара Оздиаджиева, городской пляж Махачкалы все так же в отручающем состоянии. Помимо покраски, беседок и инвентаря работы никакой не проделана. Сбросы канализационных стоков по-прежнему загрязняют море. Не решены вопросы разграничения прибрежных территорий. Часть пляжей находится в федеральной собственности, часть – в муниципальной. Отсутствует полноценное ограждение территории, исключающие появление на пляже бродячих животных. Отсутствует зонирование групп отдыхающих. Беседки и другое оборудование морально устарели. Может, функциональные и пригодные, но выглядят далеко не эстетично. Отсутствует доступная среда для лица ограниченными возможностями здоровья. Непосредственно к бюджету перешли уже после назначения мировых судей. Основные параметры остались прежними. Изменения же связаны с распределением средств из Республиканского резервного фонда, больше половины из которого выделят на образование. Так, 50 миллионов уйдет на поддержку педагогических кадров, уезжающих в село по программе «Земский учитель», а также 100 миллионов на реализацию проекта «150 школ». Изъявили участвовать в этой программе меценаты и муниципалитеты. Меценаты готовы внести 141 миллион рублей, и муниципалитеты 68 миллионов рублей. С учетом того, что есть потребность и можно реализовать дополнительно мероприятие по ремонту школ, предлагается направить дополнительно 100 миллионов. Это позволит еще участвовать 21 муниципалитету и осуществить ремонт еще 52 школ. Всего в повестке дня депутаты рассмотрели около 30 вопросов, в том числе оказание помощи детям-сиротам на муниципальном уровне, доработка градостроительного законодательства Дагестана и многое другое. Патимат Ханапова, Салман Гетихмаев, Хадижа Кадиева, Новости ННТ, Махачкала.